МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Птицы высокого полета. Пилотажная группа стрижи прилетела в Чебоксары. Есть где учиться. В столице республики открылся новый корпус 61-й школы. За заслуги перед городом депутаты Чебоксарского городского собрания выбрали почетного гражданина. Сегодня у самой крупной школы Чебоксар 61-й появился новый корпус. Здесь создали все условия для профильного образования. Теперь это одно из самых инновационных учебных заведений города. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Открытие филиала школы для города – редкий случай. Это необходимо для того, чтобы снять нагрузку на основной корпус. Более 1800 ребят здесь обучаются в две смены. Решить эту проблему регионам поможет национальный проект, отметил председатель правительства Иван Моторин. Главная задача, которая является ликвидировать вторую смену образовательных учреждений. Надеюсь, что с вводом этой школы мы сможем разгрузить основное здание 61-й школы. На этом республика останавливаться не будет. В ближайшие годы в город Чебоксар будет вводиться много новых школ. В новом корпусе будут обучаться старшие классы – всего более 500 человек. Здание было капитально отремонтировано. Раньше здесь располагалась вечерняя школа. Подрядчики заменили коммунальные сети, обновили фасад, благоустроили спортивную площадку. На эти цели направили порядка 90 миллионов рублей. У школы появились и меценаты. Открытие нового корпуса нашей школы, оснащенного современным учебным оборудованием, расширит возможности наших учащихся получать качественное образование. И самое главное, в этом здании у нас появится возможность реализовать нашу мечту, наш новый проект, который называется «Инженерно-техническая школа». В рамках этого проекта ребят будут обучать преподаватели вузов и специалисты предприятий. Так, шефскую помощь в школе оказывает забот имени Чапаева. Ученики здесь постигают и азы цифровой экономики. В новом корпусе оборудовали современные лаборатории. Информатика – это любимый предмет наших детей. Они показывают замечательные успехи в различных профессиональных конкурсах. Джоннил, скиллс, айти-профессионал. Школа приобрела новые роботы. И вот мы сейчас с ними пробуем их запрогонировать, собрать. И, в общем-то, готовимся к целью. Среди учеников школы немало призеров и финалистов Всероссийской Олимпиады. Но то ли еще будет. Здесь ты действительно себя чувствуешь как дома. Эта школа дает тебе развиваться в правильном направлении. И ты можешь действительно достигнуть больших успехов. Классы очень светлые, красивые, уютные в них. Будет очень приятно учиться нам. И мы с нетерпением ждем начала нового учебного года. Чтобы туда же хочется лучше учиться. Здесь стараются быть первыми и в науке, и в творчестве. Вот в актовом зале репетируют номера для очередного фестиваля. Учеба в зале. Баскетбольная команда школы готовится к чемпионату. А в пришкольном дворе проходит пленэр. В новом корпусе намерены открыть классы дизайна. Это направление у нас уже лет 20. И очень много детей, которые поступили уже на дизайнерские отделения, в вузы, в художественные училища. Ну и в разные места, а не только в Чебоксарах. Лучшие картины учеников займут свое место в галерее и школы. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Каждый год педагоги Чувашии собираются вместе на традиционную августовскую конференцию. Большой педсовет ставит задачи на будущее. А нынешние достижения можно было наглядно увидеть на выставке. О самых интересных Юлия Важенина. Поехать в Венецию, не вставая с дивана, думаете, невозможно? А вот и нет. Побывать, где только душа пожелает, можно с помощью очков виртуальной реальности. Конечно, используются они в основном в образовательных целях. Мы полностью моделируем вот эту реальность, и человек, скажем так, сотрудник обучается внутри этой реальности именно тем действиям, которые он должен производить уже непосредственно на рабочей площадке, вживую. То есть, но не присутствует там, не подвергается никаким опасностям и рискам. На выставке цифровое образование нужно быть особенно осторожным. Ненароком можно сломать чье-то творение. Вот экскаватор из лего поднимает свой ковш. Вот роботы играют с пластиковыми фигурками. А вот настоящие машины рассекают площадь. В детском саду номер 201 программированием дети занимаются с трех лет. Эта площадка создавалась два года на муниципальные гранты и с поддержкой республики. Это ранее программирование, навыки компьютерной грамотности, осваивания. Осваивают они элементарные представления технического, физику, математику и так далее. Мы сейчас приобрели конструктор Малыш-2 тоже. Это уже больше техническое направление с физикой. Расширяем, во-первых, обучаем педагогов, потому что это очень важно на сегодняшний день. И дальнейшее развитие наших бескалят. Современное качественное образование должно быть доступно каждому. В рамках национального проекта образования в Чувашии реализуются восемь региональных программ. В этом году благодаря им в нашей республике открываются новые школы, Центр цифрового образования детей IT-куб в городе Канаш, Детский технопарк Кванториум в Новочебоксарске, Дом научной коллаборации. В 29 чувашских школах обновляется материально-техническая база. 50 лабораторий и мастерских техникумов и колледжей оснастят современным оборудованием по стандартам WorldSkills. Перечень можно продолжить. Статья расходов на образование остается самой крупной в консолидированном бюджете республики. Серьезную поддержку мы получаем с стороны федерации. Эффективное сотрудничество позволяет привлекать колоссальные дополнительные средства с федерального бюджета и реализовать новые идеи. Гранты главы Чувашии, а это 200 тысяч рублей, получили 19 образовательных учреждений республики. Александра Алексеева – учитель начальных классов. Она из 400-летней династии педагогов. В их роду преподавали 15 человек. В этом году Александра Владимировна стала заслуженным учителем Чувашской республики. В нашей семье очень много учителей по маминой линии. Мой папа был учителем физики и математики. Мама – учитель начальных классов, бабушка – учитель начальных классов, дяди, тети – все мы связаны со школой. Для меня важно развивать талант каждого ребенка. Я в ребенке вижу личность и стараюсь ее развивать и сделать ребенка успешным. Еще 9 лучших педагогических работников удостоили звания «Заслуженный учитель Чувашской республики». Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня стало известно, кто станет почетным гражданином Чебоксар в год 550-летия. Столичные депутаты выбрали горожан, чьи имена неразрывно связаны с историей города. Поощрять лучших в канун Дня города – давняя традиция. Но в этом году к выбору впервые подключились горожане. На портале «Открытый город» проходило голосование. В списке 6 кандидатов. Это Козлова Зелина Алексеевна, Львов Валерий Константинович, Мадянов Игорь Вячеславович, Резников Михаил Сергеевич, Рощин Игорь Валентинович, Щедрин Владимир Александрович. Победителем названия «Почетный гражданин города Чебоксары» стал Рощин Игорь Валентинович. За него отдали голосов более 30% активных горожан. В юбилейный год депутаты ЧГСД решили не ограничиваться одним почетным гражданином и предложили присвоить высокое звание Валерию Львову – мастеру спорта СССР по боксу. Это высокий и высокий статус, единственный высокий статус нашего города. Прошу голосовать. Кто за? Спасибо. Против. Поддержавшихся не имеется. Спасибо. Церемония награждения пройдет завтра. На заседании обсудили и рабочие вопросы. Столичные депутаты внесли изменения в бюджет города на этот год. Бюджет города Чебоксары на 2019 год предполагается увеличить по доходам в общей сумме на 9 миллионов 421,8 тысяч рублей за счет увеличения плановых назначений по поступлениям штрафов, санкций и возмещения ущерба. Эти средства направят на софинансирование строительства детского сада на 240 мест в микрорайоне Новый город. За проголосовали все депутаты. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика. Стрижи вернулись. Сегодня на скорости тысяч километров в час в воздушное пространство Чебоксар ворвалась эскадрилья истребителей. Сделав несколько кругов над городом, пилоты авиационной группы высшего пилотажа военно-воздушных сил России приземлились в столичном аэропорту. Через три дня летчики покажут чебоксарцам головокружительное авиашоу. Звук от истребителей слышен за много километров. Бояться не стоит, ведь нас всего-навсего хотят поздравить. Всего в Чебоксарском аэропорту приземлились семь боевых самолетов. Легендарных летчиков встречают как старых знакомых. Шестеро пилотов покажут групповой пилотаж, а фигуры высшего пилотажа продемонстрирует военный летчик России, гвардии, полковник Сергей Осяйкин. Все секреты своей программы они пока не раскрывают. Это будет шестерка с различными перестроениями, с полным комплексом фигур высшего пилотажа. Поэтому это будет совершенно другая программа, нежели мы показывали раньше. Мы надеемся, что в юбилей, в день юбилея этого прекрасного города, люди придут, посмотрят, и это будет действительно большой праздник. Выступление железных птиц авиагруппы пройдет на набережной Волги в эту субботу в 12 часов. В пятницу в полдень жители и гости столицы смогут понаблюдать за тренировочным полетом стрижей. Рифат Фаткулин, Андрей Спиридонов, Республика. В республике продолжается реализация инвестиционного проекта «Сычуан-Чувашия». Из 5000 гектаров парецкой земли, предоставленной в аренду китайцам, 4000 уже расчищены и обработаны. Депутаты Госсовета Чувашии выехали в район и посмотрели, как идет работа. Работа по реализации проекта началась осенью 2018 года. Земли Парецкого района, которые не обрабатывались почти 25 лет, расчистили и весной этого года почти 2000 гектаров засеяли однолетними культурами. Вика, овес, райграсс. Урожай я оцениваю для первого года замечательно. Сейчас нам осталось выполнить только уборку урожая, кормозаготовительной работы, чтобы всю эту зеленую массу закатать в курган на зерно-сенаж. Из 5000 гектаров арендованной земли обработали 4. Не хватает техники и людей, говорит представитель китайской стороны. Есть проблемы с газовиками. Ведь в соответствии с законом, если рядом проходят сети, нужно особое разрешение. Привезти инвестицию, конечно, то, что пить какой-то режим лета. Мы вот такие тяжелые работы выполнены. Вот здесь появился лес, выбирали, разбили эти лесы, сейчас посадили. Это очень хорошо. Работы идут поэтапно. За один год получить хороший результат невозможно. Но то, что здесь работы идут, это налицо. Сейчас будем смотреть площадку, где будет строиться молочная товарная ферма. Животноводческий комплекс на 3500 дойных коров – это важный этап реализации проекта. Сейчас решается вопрос очистки земли, где находится лесной массив федерального значения. Вопрос решаемый. Мы буквально недалеко отсюда, 40 километров, у нас тоже такая проблема была. А здесь вообще не заповедник. Я думаю, этот вопрос вообще просто нужно. Я обязательно документы раскину в администрацию, какие мне писали письма. У меня все есть, чтобы они там уже посмотрели, обратились. Я думаю, вопрос будет решен положительно. Начать строительство фермы планируют в следующем году. У нас есть несколько рабочих моментов с Минсейхоз Российской Федерации. Они тоже поддерживают этот проект. Этот проект потом будет включать в список самых главных проектов сотрудничества Российской Федерации с китайским государственным проектом. Поэтому они тоже поддерживают наш проект, чтобы развиваться экономика здесь, в Сувашии. Открытие фермы с нетерпением ждут и жители Порецкого района. Ведь это шанс работать на родине, а не ездить по всей стране в поисках заработка. Этот проект очень важен для Порецкого района, потому что у нас налоговая составляющая. Планируется много. Уже мы получили налог на землю за аренду. Получили около 2 миллионов рублей. Рабочие места, рабочие уже свои работают. Много подкрепили свои хозяйства и финансовые положения. По мнению депутатов, такие проекты вдохнут новую жизнь в сельские территории. Ольга Алексеева, Павел Иридков, Республика. Каким должен быть таксист? Аккуратным в вождении, деликатным, интересным, но ненавязчивым собеседником. Всеми этими качествами обладают участники регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший водитель такси-2019». Всего на автодроме автошколы ДСА в Чебоксарах состязались 13 человек. Через какие испытания прошли таксисты, узнавал наш корреспондент Рифат Фаткулин. Такси срывается с места, как будто спешит на самый важный заказ. Змейка, горка, разворот в один прием и параллельная парковка. Полоса препятствий схожа с той, что преодолевают претенденты на звание водителя. Вот только за рулем далеко не новички. Но трассу совсем без помарок прошли единицы. У Артема Воронова стаж вождения 10 лет. Половину из них работает в такси. Еще один критерий мастерства – скорость. За каждый сбитый конус – штрафной бал. Среди участников – две девушки. Мария Петрова готова составить конкуренцию любому мужчине. И, конечно же, дорулить до победы. Пассажиры реагируют на девушку за рулем по-разному. Некоторые уважительно, наоборот, относятся и говорят, я тебя уважаю. Говорят, ты молодец. Девушки ходят по клубам в это время. Обычно это выходные, это у нас сейчас пик, самый такой рыбный день, скажем так. Некоторые боятся, но буквально через 100 метров они успокаиваются и видят, как я езжу нормально. Самое сложное – это стоп-линия. Потому что, во-первых, к этой машине ты не привык. Каждый на своей машине привык есть. И габариты своей машины знают хорошо. Так результаты измеряли не только в сантиметрах, но и граммах. Насколько нежен водитель к своим пассажирам, проверяют на специальном испытании. На крышу машины ставят стакан с водой всего 250 миллилитров. Чем меньше жидкости прольется на виражах, тем больше баллов заработает таксист. Поехали, стаканчик на крыше стоит, пока что-то хорошо. Здорово, как вы ездите. Отбор участников жесткий, только на этапе регистрации больше половины сошли с дистанции. К участию допускались именно те водители, которые легально занимаются деятельностью такси. У них должно быть действительное действующее разрешение на осуществление перевозки пассажиров и багажа легковым такси. Значит, и отсутствие штрафов за 2019 год. Именно поэтому сегодня так, как нам кажется, мало участников, все-таки штрафов у водителей много. На кону для этих водителей не чаевые, а 30 тысяч рублей и поездка в Сочи. Финал всероссийского этапа пройдет на гоночной трассе «Формула-1». Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, «Республика». Лучшим таксистом из Чувашии стал Артур Михайлов. Уже в октябре он представит республику на всероссийских соревнованиях в Сочи. Прокуратура Чувашия внедрила новую форму работы с гражданами. Прием с помощью видеоконференц-связи. Соответствующее оборудование установлено во всех районных прокуратурах. И заявителю достаточно обратиться по месту жительства, предварительно записавшись. Еженедельный прием руководителей республиканской прокуратуры при этом не отменяется. Подробности можно узнать на сайте ведомства. В России в несколько раз увеличили штрафы для водителей. Катеров, яхт, моторных лодок и других маломерных судов. Такие изменения внесли в Кодекс об административных правонарушениях. Если раньше за вождение без прав штраф составлял до 1000 рублей, то теперь такое нарушение может обойтись в 15 тысяч. Вместе с нашей съемочной группой представители инспекции по маломерным судам вышли в рейд. О том, пришлось ли пополнить казну, Ольга Пырочкина. Инспекторы по маломерным судам Михаил Мамутин и Сергей Аршинов выходят в рейды каждый день. В этот раз на их борту на два пассажира больше. Мы с оператором. Но если следовать характеристики плавсредства, закон мы не нарушили. С пассажировместимостью и остальным у наших героев все в порядке. Когда судовладелец выходит в плавание, даже если это представитель МЧС, у него с собой должно быть обязательно удостоверение на право управления маломерным судном. Так, какие еще документы? Судовой билет. Или его копия. Или его копия заверенная. Так. И спасательный жилет. Вот в близкой доступности, либо непосредственно на человеке. Проверяем все вышеперечисленное у тех, кого встречаем на пути. У вас жилеты есть, конец Александрова есть. На воде, пожалуйста, не мать, ведь детьми. Да, спасибо, спасибо. Удачи вам, до свидания. Пассажиры первой лодки продолжают прогулку. А вот следующему герою приходится свернуть рыбалку. У вас жилет спасательный далеко? Бой нет, у машины скорее. Поднимайте якорей, пожалуйста, на берег. В данном случае человек просто останется без улова. Подобные лодки не подлежат регистрации. Административная ответственность на их владельцев распространяется только в некоторых случаях. К примеру, если рыбак стоит на линии фарватера, это было бы нарушением правил плавания. В прошлом году за это полагался штраф до 500 рублей. С этого августа уже до 1000. Что касается плавсредств, которые подлежат регистрации, сильнее всего выросли штрафы по статье 11.8. Нарушение правил эксплуатации судов. Вождение без прав, без бортовых номеров и другое. За эксплуатацию судна, подлежащего регистрации, не зарегистрировано в установленном порядке, а рамос неисправности, с которым запрещена его эксплуатация, здесь уже штрафная санкция от 15 до 20 тысяч рублей. Серьезные штрафы или сознательность граждан стали тому причиной, но в этот раз ни одного серьезного нарушения инспекторы не зафиксировали. Судовой билет удостерей на право управления. Все замечательно. Заметил, 14 сентября 2019 года у вас подходит к сроку удостерей на право управления. Не забудьте, пожалуйста, заменить его. Хорошо, спасибо. Удачи вам на воде. Ольга Пырочкина, Валерий Жизюков, Республика. Юбилей столицы Чувашии стал не просто праздником, а поводом для встречи, знакомства и обсуждения совместных планов на будущее. Пока готовились к торжествам, многое успели сделать, но еще больше предстоит. Приоритеты определяли на площадках, которых в день города было 13. Одна из них в микрорайоне Садовый. Первый и такой важный для жителей праздник собрал на дворовой площадке сотни жителей микрорайона Садовый и Богданка. Здесь можно было сыграть в шахматы, прокатиться на лошади или выиграть приз. Спасибо всем за такой прекрасный праздник. Уже не первый раз выходим на такую, на нашу площадку. Замечательные конкурсы, замечательные экспонаты. Детям очень понравилось. Поиграли во все возможные игры. Также большое спасибо за то, что в нашем районе будет школа наконец-то. Наконец-то. Очень давно ждали. Будем надеяться, что мои дети пойдут в нашу школу. Строительство школы в микрорайоне планируют начать в 2020 году. А в ближайшие три года здесь появятся три крупных торговых центра. Обещают власти. И не только. С начала этого года в микрорайон Садовый поехали пять новых троллейбусов на автономном ходу. По улице Богдана Хмельницкого, от улицы Фучика и до микрорайона Садовый мы построили новый тротуар в этом году. С одной стороны в 2020 году планируем построить уже с другой стороны. Строятся два детских сада. Садовый, как и другие районы города, постоянно развивается и преображается. Во многом это заслуга самих жителей, которые стремятся сделать свой город лучше. Для меня праздник очень важен, потому что это моя родина, это столица моей республики. Самый красивый город в Поволжье – это Чебоксары. Он очень быстро растет. Улицы чистые. И народ здесь веселый. Поэтому поздравляю всех чебоксарцев с праздником. Желаю успехов, здоровья. На этом праздник для жителей микрорайона Садовый не заканчивается. Следующее важное событие – открытие в сентябре нового детского сада. Ольга Алексеева, Валерий Рюзиков, Республика. Самый старый городской парк Лакреевский лес к юбилею столицы заметно помолодел. Новое оформление, новая программа, новые темы для разговоров. Посетители остались довольны. Специально ко дню города в Лакреевском лесу сделали масштабную реконструкцию. Полностью поменяли входную группу. Все новое – это хорошо забытое старое. Именно так выглядели ворота в парк в 60-х годах, когда он только появился в столице Чувашии. Зона отдыха, клумбы, тропинки – все как раньше. Уникальная идея – восстановить объекты прошлого из современных материалов. Мне очень нравится наш город и особенно наш Лакреевский парк. Он очень сильно изменился. Стал очень красивый, стал современный. Очень много интерактивных зон. Мы с внуком гуляем почти что каждое воскресенье приходим. Спасибо за такой чудесный парк, за такой чудесный праздник. За такими масштабными изменениями не только парка, но и города в целом – огромный труд людей. Чтобы отметить тех, кто вложил душу в благоустройство и развитие столицы Чувашии, учредили специальную награду – юбилейные медали в память о 550-летии города Чубаксары. В день города в парке Лакреевский лес 9 наград нашли своих героев. Вениамин Васильев – серебряный волонтер, заместитель председателя Чубаксарского городского совета ветеранов. Мы делаем все для того, чтобы пожилым людям жилось веселее, они были бодрее, чтобы не теряли здоровье. И самое главное – активной жизнью жили и всем горожанам, и молодым, и пожилым желаю активного долголетия. Новый облик старого парка понравился и отдыхающим, и самим сотрудникам, и заказчикам, городским властям. В этом году в Чубаксарах массово благоустраиваются общественные места. Правда, погода внесла свои коррективы, поэтому и принято решение не торопиться, не делать работу ради работы. Горожане, сотрудники предприятий, рабочие, руководители – все хотели выполнить максимальное количество работ именно к празднованию. Но погода внесла свои коррективы, и сегодня нет задачи все сделать к 24 августа. Те работы, которые мы выполняем, должны сохраниться на года, на десятки лет. Работ по благоустройству в Чубаксарах еще достаточно, но Лакреевский парк уже готов к наплыву посетителей. Чем больше их будет, тем веселее. Татьяна Трофимова, Валерий Рязюков, Республика. А Республика в целом вовсю готовится к столетию. План подготовки включает сотни самых разных мероприятий. И в их числе первых – введение в строй новых социальных объектов. В Алатарском районе после капитального ремонта открылся очередной сельский клуб. Клуб в селе Новая Айбесе – настоящий центр культурной жизни. Здесь всегда работало множество разных кружков, и во время ремонта артисты томились в ожидании. Зато все ожидания сбылись в лучшем виде. Помещение замечательное. Вообще внутри очень даже понравилось. Акустика такая стоит. Ну и вообще ей танцевать приятно. И пол прям звучит. Моя супруга, в том числе и я. У нас хоровый кружок народный дали недавно. Я участвовал тоже к этому вроде старости. Но ничего, приятно. Вот соседи тут поддержат мое слово. Вот так вот. Что правда. Да. Мы рады, конечно, рады. Открыто эти великое дело. На ремонт Ново-Айбесенского клуба выделено 6 миллионов рублей. Всего же в ближайшие годы по нацпроекту «Культура» поступит более 400 миллионов. Это значит, что еще 50 сельских клубов будут реконструированы. Шесть построят заново, а к 15 кинозалам прибавятся еще два. Многие клубы уже получили и получат новое оборудование. На стадионе «Спартак» в Чебоксарах стартовал традиционный спортивный фестиваль «Кубок дружбы». Вот уже 17-й год подряд в преддверии дня рождения столицы он собирает команды землячеств районов республики. На открытии турнира побывала наша съемочная группа. Мощные подачи, атаки и блоки. Мяч буквально летает по залу. Зрители только успевают уворачиваться. Яльчики против Янтикова. Лидируют первые. Все радуются, все болеют. И мы тоже играем. Яльчик родился. За Яльчиком буду играть, конечно. Так эмоционально здесь реагирует практически на каждый удар. По-настоящему жаркие баталии. Ведь волейбол – один из самых любимых и массовых видов спорта у землячества. В эту зрелищную игру с большим удовольствием играет и Стар Имблат. Команда отличная. Игру вытащили. Янтикова проиграла. Ребята молодцы. Отличная игра. Представители землячеств с удовольствием встречаются в столице Чуважии. Мы вместе, мы рядом, и у нас растет здоровая нация. И что все наши команды преследуют только одно – победить в этом Кубке Дружбы. Эти люди родились у себя на родине. И свято хранят память о своей малой родине. Очень хотят принести своей малой родине большую пользу. И вот таким образом представить ее на этом турнире, победив на этом турнире, прославить свою малую родину на уровне столицы Чувашской республики города Чебоксары. История Кубка ведет отчет с 2003 года. Тогда чувашский писатель Анатолий Кибеч вышел с инициативой организации такого турнира и сразу же нашел сторонников спортивной идеи. Тогда по сумме двух игр по волейболу и футболу первое место заняла команда землячества Янтиковского района. И вот администрация города тогда подарила автомобиль. Это был очень такой улучшительный приз. Наша задача – это землячество работали дружно, чтобы это движение не заглохло, не заглохло. А спортивный интерес очень высок. Первый день турнира Кубок дружбы подарил зрителям красивую игру, спортсменам опыт и интересные встречи. Рифат Фаткулин, Бахтиар Вильев, Республика. Это была лишь часть новостей. На более подробный рассказ нам не хватает эфирного времени. Следите за праздничной программой, а мы будем показывать самые яркие события. До встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин